Сходка бывших ради возвращения Бакеева, что говорит пресс-служба главы государства. Суд по делу Азатыка вновь перенесли на потом. Мошенники атакуют, чего не нужно делать, чтобы не остаться без гроша в кармане. Добрый день, в эфире НЕ новости апреля и я, Олеся Цурикова. Ну что, друзья, начнем с медиа новостей. Сегодня прошел суд между Азатыком и Минкультом. Только в пятницу рассматривали жалобу СМИ в адрес ведомства, а сегодня наоборот. Предложение Минкультуры о закрытии, то есть прекращении деятельности Азатыка. На прошлое подобное заседание, как вы помните, ИСЦИ, то есть ведомства, не пришли. Как водится, журналистам сегодня снимать разрешили всего 10 минут от начала. Пока не началась жаришка, а то зачем это надо, уяд болот. ИСЦИ заявили, что нужна лингвистическая экспертиза материала Азатыка, но суд оставил ходатайство открытым, потому что непонятно, что конкретно эксперты должны проверить. Сторона ответчика, то есть СМИ, попросила конкретизировать, какое СМИ хотят закрывать. Ведь спорный материал – продукт другого медиа, настоящего времени Азия. Анан Банан журналистов вывели из зала, а затем представительствующая судья решила, что предварительное слушание пора прекращать, и нужно заседание по существу. И пройдет оно, знаете когда? Аж 6 марта. Ну и еще одна интересная новость. ЛТР подал в суд на политклинику. Вы же в курсе ситуации? Если не в курсе, пересмотрите выпуск за прошлую среду. Там подробно, но сегодня вкратце. ЛТР выпустил сюжет о том, что во время правления Садыра Джапарова не был взят ни один кредит на сферу энергетики. А политклиника опровергла это, выпустила контррасследование и заявила, что кредиты были, а значит ЛТР врет. Но ЛТР обиделся и посчитал, что фактчекинг подорвал репутацию Госканала и всех его журналистов. И за свою честь и достоинство, уже забавно, Госканал требует с независимого издания 7 миллионов сомов, а с конкретного журналиста фактчекера еще 3 миллиона сомов. В итоге 10 миллионов стоит мораль ЛТР. Могу предположить, что сумму, которую следует требовать, им порекомендовал озвучить Дейрбек Орунбеков, специалист из администрации президента. Но это только так, мое предположение, ну, после его рьяной защиты Госканала. Не шуточные страсти, правда? На 10 миллионов можно было бы содержать этот канал целый год, но, наверное, не получится, потому что политклиника готова доказать в суде свою правоту и платить явно не собирается. Ну ладно, позабавились и хватит. Конечно, вас всех интересует и горит в сердце огнем встреча бывших и нынешнего главы государства. Что о ней говорят пользователи соцсетей, я озвучивать не буду, вы и так это читали. Зато вот какую реакцию выдают сами участники. Алмазбек Атамбайф, например, подтвердил, что был на встрече, однако покинул ее по некоторым обстоятельствам, о которых расскажет позже, если возникнет такая необходимость. При этом он подчеркнул, что возврат бакиевых в Кыргызстан не есть установление мира. Вот так вот получается то, что президенты там друг друга поперепрощали, совсем не означает, что народ простил и согласился. Не применил высказаться по этой теме и самый первый президент Кыргызстана Аскар Акаев. В своем письме он чмокнул по оценил хорошо деятельность Садыра Джапарова и его команды и подчеркнул, что нынешний глава государства и его аппарат укрепили основы государственности и восстановили эффективное государственное управление ОКОК. Есть успехи и в экономике. Крупнейший золотодобывающий комбинат Комтор национализированный начал работать исключительно в интересах кыргызского народа и кыргызской республики. Это дало мощный импульс подъему национальной экономики. Рост ВВП Кыргызстана в 2022 году на 7% стал рекордным для всех стран Еврозес и СНГ. Впереди начало осуществления грандиозного инфраструктурного проекта – строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, которая напрямую выведет кыргызских товаропроизводителей к Мировому океану. Будет продолжено строительство крупнейшей комбаратинской ГЭС, что укрепит энергетическую базу для экономического развития. Таким образом, в Кыргызстане сегодня сформирована ситуация, способствующая так необходимому для страны экономическому рывку и дальнейшему динамическому устойчивому росту, основе резкого повышения благосостояния народа. В этих условиях президент Садыр Джапаров предпринял беспрецедентный шаг исторической значимости, собрав всех своих предшественников за общим дастарконом. Вот вам настоящее чудо общего дастаркона. У нас вообще очень многое происходит посредством скатерти. Депутаты не принимают нужный закон? Притащи их на чаепитие к президенту. Проблемы с доверием к власти? Проведи встречу с бывшими, да накорми людей уже. Что там едят с этого дастаркона, я не знаю. Но правду, наверное, говорят, сытый человек всегда добрее. А вот многие увидели в этом акте попытку обелить грехи Бакеева и тихо, без шума вернуть его на родину. Например, депутат Дастан Бекешев. Ну, мое мнение тут такое же. Знаете, реабилитация Бакеевых началась еще в 20-м году, и все это прекрасно понимают, что, в принципе, много чего делалось для того, чтобы реабилитировать это прошлое. Здесь должны в первую очередь высказаться родственники погибших 7 апреля 2010 года. Ну, и потом я уже могу так полноправно, в полной мере высказать свое мнение. Ну, а так я в целом очень-очень весьма против реабилитации. Но я надеюсь, что на этой встрече и не было речи о том, чтобы вернуть Бакеевых. Теперь вопрос стоит, лишь бы национализированные имущества не вернули. Ну, и, наконец, зачем была вся эта катавасия, объяснил Эрбол Султанбаев, пресс-сек президента. Султанбаев пояснил, что главная цель встречи – истинная национальная консолидация, объединение во благо развития кыргызского государства. Как конкретно этот митинг поможет развиться кыргызскому государству, если как минимум двое бывших у нас в бегах, мне лично непонятно. Но понятно пресс-секу, наверное. Все руководители страны имеют свои недостатки. Все народ это хорошо знает. Вместе с этим нужно помнить и хорошие стороны. Если говорить конкретно про Алмазбека Атамбаева, то мы не должны забывать и позитивных моментов в период его правления. А нет, походу, ему непонятно или понятно. Султанбаев выразил сожаление, что сторонники бывших и нынешнего глав все еще дискутируют в соцсетях и предложил вместо болтовни тратить силы на созидание во благо Родины. Основная цель встречи, по словам пресс-сека, прекратить порочную практику. Ну вот эту, когда каждая действующая власть все плохое приписывает бывшим. Стоило ли это целого достаркона в Дубае, судите сами. И к другим темам. В Бишкеке прошел митинг против установки ККМ в небольших магазинах-павильонах. В сквере Горького собрались около сотни предпринимателей. Участники требуют от властей оставить их на патентной системе налогообложения и не внедрять ККМ в магазинах. Как сообщили участники митинга, налогообложение слишком высоко и несоразмерно выручке предпринимателей. Помимо этого бумажная волокита отнимает очень много времени. В Бишкеке прошел митинг. Продолжение следует... Напомню, ранее сообщалось, что ряд видов деятельности освободили от ККМ. В основном это мелкая розничная торговля, газеты, журналы, напитки из бочек на улице, продукция цветоводства, а также продукты питания, булочки, пирожки и прохладительные напитки, реализуемые с тележек или в буфетах учебных заведений. К другим темам. Осторожно, мошенники в социальных сетях и мессенджерах распространяют псевдорозыгрыш от Нацбанка. Сначала пользователю предлагается перейти по ссылке и пройти анкетирование. За это, якобы, он получит 20 тысяч суммов. Однако Нацбанк заверяет, что никакие розыгрыши не проводит, не проводил и не будет этого делать. Это способ мошенничества, с помощью которого недобросовестные люди пытаются получить ваши персональные данные. Настоятельно рекомендуем ни при каких обстоятельствах не сообщать третьим лицам, тем более незнакомым людям, ваши персональные данные, номер своей карты, свой пин-код, срок действия карты, а также CVV, CVC-коды. Это коды безопасности последние три цифры, которые находятся на обратной стороне карты на полосе для подписи, подтверждающие коды из СМС, текстовых сообщений. Нельзя переходить по непроверенным ссылкам, тем более вводить личные данные и данные своей карты. Так вот, не попадайтесь в лапы мошенников. Вам могут предложить пройти анкетирование или ответить на пару простейших вопросов. В общем, сулят баснословные выигрыши за элементарные действия. От себя добавлю, что давно существует подобный псевдорозыгрыш якобы от сети магазинов «Глобус». Гипермаркеты неоднократно предупреждали об опасности переходить по сторонним ссылкам. Друзья, будьте бдительны. Сейчас в сети активно распространяется информация о якобы проводимом розыгрыше от «Глобус», в условиях которого предлагается поделиться информацией о розыгрыше с друзьями и оставить свои личные данные. Это мошенники. Все конкурсы, розыгрыши, акции мы проводим только на официальном аккаунте «Глобус.кг» в Instagram и на сайте 3wglobus.kg. Никаких розыгрышей на сторонних сервисах мы не проводим. Во избежание мошеннических действий, пожалуйста, не делитесь своей личной информацией и не переходите по ссылкам на сторонних сайтах. Подобного рода рассылки называются фишингом – методом мошенничества, когда вас подманивают как рыбку на крючок приманкой в виде денежного приза. Вы переходите по ссылке и якобы выигрываете. А чтобы забрать ваш псевдоприз, вам лишь нужно ввести данные с банковской карты. Однако, как только вы это сделаете с помощью ваших персональных данных, мошенники просто обчистят и снимут все средства с вашего счета. Поэтому будьте бдительны и всегда перепроверяйте информацию в первоисточнике. Никогда не переходите по незнакомым ссылкам и сайтам. И уж тем более не вводите свои данные и данные вашей банковской карты. Так безопаснее. Это были все не новости на сегодня, а за новостями приходите в наш телеграм-канал Апрель ТВ. Если вы вдруг не подписаны, обязательно подпишитесь на этот канал и поделитесь видео с друзьями. До встречи!